Когда этот праздник только начинался в 2005 году, то у многих возникали такие сомнения, станет ли он объединяющим. Не только на уровне страны, республики, но на уровне семьи мы уже празднуем данное мероприятие. А идеологическое основание у праздника появилось? Я считаю, конечно же, да. А какое оно? Какое? Согласие, мир, дружба. Во многих семьях сейчас не изучают свой национальный язык, свой родной язык. Я же тоже замуж вышла, и я должна была знать татарский. А самое главное, что мой муж выучил варзианский язык. Поэтому он когда... У вас просто уникальная семья. Вы сейчас ощущаете заинтересованность родителей и детей? Сейчас да. Сейчас да. Наша сила в чем? Наша сила в корнях. Наша сила в нашем языке. Наталья Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Вот наша программа выходит в преддверии Дня народного единства. Когда этот праздник только начинался в 2005 году, то у многих возникали такие сомнения. Станет ли он объединяющим? Будет ли он наполнен идеологическим основанием? И вот сейчас, в прошествии 18 лет, можно ли сказать, что этот день стал действительно Днем народного единства? Да, еще раз здравствуйте. Именно этот день с исторических времен, даже с учебников истории мы знаем, что именно День народного единства был принят 4 ноября. Тем не менее, с 2005 года только как бы праздник стал считаться. Но я считаю, что всегда считали этот праздник как Днем народного единства. Издавна уже. Да, когда праздник пришел к нам, многие считали новым, некоторые не знали. Некоторые даже первый раз слышали. И поэтому именно вот особенно у нас в Татарстане были разные мероприятия. Один из фестивалей «Наш дом – Татарстан», где именно люди разной национальности показывали свои обряды, обычаи, костюмы и прочее. Наталья Сабитова родилась в селе Напольное, Республике Чуваш, и образование высшее. Еще в школе проявила интерес к углубленному изучению языка и культуры мордовского народа. Член общественной палаты Республики Татарстан, заместитель председателя Совета Ассамблей народов Татарстана, замужем, воспитывает дочь и сына. Я вот помню просто, когда только этот праздник появился, мы, журналисты, делали такой опрос на улице. А знаете ли вы, что это за праздник? И в 2006, 2007 году, когда людей спрашивали, на чем основан, какие события предшествовали появлению этого праздника, не все могли ответить на этот вопрос. Я не журналист, я как бы опросы не провожу, но среди моих знакомых, друзей, людей, с кем я работаю, да, действительно, что многие знают уже, какой наш праздник. Потому что не только на уровне страны, республики, но на уровне семьи мы уже празднуем данное мероприятие. А идеологическое основание у праздника появилось? Я считаю, конечно же, да. А какое оно? Какое? Согласие, мир, дружба, которое всегда и было в нашей стране. И несмотря на то, что этот праздник некоторые считают как бы праздником дружбы и согласия, но тем не менее, если мы опять же возьмем истории России ранее, то никогда страна наша не была там без народа. Всегда вот мы, все народы России были вот именно в этой дружбе, в мире согласии. В Татарстане проживают представители 173 национальностей. В истории известны многие случаи, когда землю поделить не могли и две национальности. А вот в чем секрет согласия нашего общества, как вы считаете? Я хочу поправить то, что по последней переписи у нас в Татарстане уже проживают более 175 национальностей. Вот видите, как все быстро меняется. Да, действительно. А не меняется именно единый центр Татарстан. Издавна, издревле населяли и такие коренные народы, как удмурты, марийцы, мордва и прочие. Татарстан был всегда поволжским центром торговли и многих других. Поэтому и сейчас, в данный момент, в наше время, он привлекает других национальностей. Например, очень много приезжают с Сургута, с Севера, с Сибири. Поэтому и студентов очень много других национальностей. Они с удовольствием рассказывают, говорят, какой человек национальности, какой у него язык. По своему составу, наша республика, это такая Россия в миниатюре по национальному составу. А вот секрет-то в чем? Что вот эти 175 уже, как вы сказали, представители национальностей, которые проживают в нашей республике, живут в мире и согласии? В данный момент есть разные гражданские сообщества, гражданские институты, институты, где люди могут узнать не только о своих корнях, народе. Один из примеров – это Ассамблея народов Татарстана, которая у нас в прошлом году отметила свое 30-летие уже. На базе Ассамблеи народов Татарстана функционируют 39 объединений, общества и национально-куртурных объединений, автономий. Я, конечно, понимаю, что Ассамблея народов Татарстана делает большую работу. Но еще до того, как она появилась, не было никогда никаких межнациональных конфликтов. Вот а секрет-то в чем? Я скажу одно. Как знаю я, как знает моя семья, то, что испокон веков именно вот у нас в Татарстане дружба и согласие живут, работают на благо, созидают на благо республики нашей. То, как вот выработался этот цемент, которым связаны все наши народы в один практически монолит? Дружбой, миром и любовью. Здесь мы живем и межконфессионально в дружбе и согласии, и межнационально прекрасно уживаются многие-многие народы. Но вот мы видим на примере в мире, да, как это хрупко и порой в любой, любая искорка может привести к огромному пожару. Вот как сохранить этот баланс? Я считаю, что прежде всего нужно работать нам, нашему поколению, взрослому поколению, с молодежью. Всегда должна быть преемственность. Мы должны, опять же, им давать знания, истории, как наши предки жили, как жили наши бабушки-дедушки, как строили Советский Союз, как строили те же набережные Челны в нашей республике. И, конечно же, прежде всего это все идет от детей. Поэтому школа, изучение языков. Мы же о чем говорим? О культурном коде. Чем вот сильна наша страна? Многообразием. То есть вы считаете, что пример Советского Союза может быть востребован и использован? Нет, я не считаю как его примером. Но я говорю, что нужно нашим детям дать знать, что как строилась страна, где-то какие-либо примеры можно, конечно, дать. Уже раз вы упомянули Советский Союз, то там действительно количество проживающих национальностей было великое множество. Да и сам Советский Союз – это практически полмира. Великая страна. А вот сейчас многие обсуждают приезд негрантов. И обсуждают, ну, возникают какие-то вопросы. Мне даже всегда странно возникает ощущение такое. Вот в моем детстве даже мысли такой не было. Потому что все мы учились в одном классе. Никто не спрашивал. Казах ты, узбек ли ты, таджик, латыш, литовец. Сейчас возникают какие-то опасения. Но ведь все мы еще Советского Союза связаны одним кодом. Один из, допустим, праздников республиканских – это Наурус, который один из первых республиканских праздников в череде общих, где я лично каждый год присутствую и смотрю, как разные национальности, разные, ну, вероисповедания люди, которые. Ну, а их объединяет праздник. Когда есть праздник, в празднике люди вместе. Если будет какая-нибудь проблема, они все равно будут вместе. И это сейчас тот же самый пример. Когда узбекские, таджикские и другие общины готовили плов для солдат, которые на СВО. И что необходимо сделать, чтобы мы... Пример показывать. Каким образом? Своим примером. Я замужем за татариным. Я по национальности мордовка. Мы празднуем праздники Уразу, мы празднуем Пасху. И мы же своим уже примером показываем детям, детям своих друзей, именно сплоченность между народами. Поэтому я считаю, многое идет из семьи тоже. Что в семье должны тоже на разные темы говорить, если вы считаете, что вот как донести детям. Детям тоже нужно многое, что рассказывать и показывать. А вот на какие темы? Вот у вас двое детей, и как вы им это доносите? Любое мероприятие прошла церемония открытия памятника Пушкину. 93-я гимназия открыла этот памятник. Я прихожу домой и вслух проговариваю за столом, на каком мероприятии я была, для чего оно нужно и как мне было интересно. Пушкин – это наше все, он глобален. Хорошо. Я говорю, что любой родитель может своим примером так же, что он делал, как он видит, что он думает. Это нужно обязательно общаться, проговаривать с детьми. Мы все равно живем в глобальном мире, и это имеет как позитивные, так и сомнительные последствия. К примеру, это привело к тому, что во многих семьях сейчас не изучают свой национальный язык, свой родной язык, а отдают предпочтение, к примеру, английскому или китайскому языку. Вот вы как смотрите? Я считаю, что это общая работа и министерств, и ведомств, и семьи, и министерств образования учителей, и, конечно же, семьи. Это, мне кажется, если в семье не научат разговаривать на родном языке... Поэтому я и говорю, что именно, что и в семье, вот я хотела именно продолжить, что много идет с семьей. Мой старший ребенок до девятого класса, она участвовала в олимпиадах республиканских. В мордовском языке? Да. То есть ваш ребенок знает мордовский язык? Поэтому нужно дома общаться. Не так хорошо, но младший лучше знает татарский. То есть у вас дети знают русский, мордовский и татарский? Да, ну и чуть-чуть английский, как вы сказали. Прекрасно. Это прекрасно. А как вы пришли к такому пониманию, что нужно сохранять эти традиции и учить и одному, и второму, и третьему? Своим примером. Я же тоже замуж вышла, и я должна была знать татарский. Мой муж татарин не совсем совершенствован, но хотя бы что говорят, я могу понять. И общие бытовые вещи, там, позвать мужа кушать, там, вот возьми там ложку, такие элементарные вещи, я могу сказать. А самое главное, что мой муж выучил лорезианский язык. Поэтому он когда... У вас просто уникальная семья. Поэтому еще раз... Пример толерантности и межнациональной открытости. Конечно. И когда он приезжает ко мне, к моим родителям, когда приезжают гости, мои родственники мордовской национальности, то он, наоборот, говорит, разговаривайте на мордовском языке. Вот, кстати, об языках и языках народов России все время поднимается вопрос о том, что многие языки просто исчезают. А вот как... Ну и, в принципе, язык ведь он и является главным атрибутом национальной идентичности человека. Как сделать так, чтобы вот сохранить этот язык, сохранить культуру? В настоящее время это именно такая тема, которую нужно постоянно поднимать. Эту тему нужно обсуждать. Так как по последней переписи населения я как представитель Мордовского, но я как председатель Фино-Угорской ассоциации проживающих в Татарстане народов фино-Угорских, у всех по населению спад. Это же не только то, что рождаемость маленькая. Это, как вы правильно сказали, отметили и заметили, то, что даже если человек в своей национальности, он иногда это не говорит. Допустим, пришла к нам молодежь, я знаю, что он у дмуртской национальности, допустим, там, Марийской, Мордовской. Я спрашиваю, почему? Потому что родители разговаривали на русском, а он русский. Еще раз говорю, что нужно родителям быть примером. Что делать нам? Нам работать, нам общаться с детьми на своем языке, показывать, еще раз говорю, пример. Допустим, вот в Ассамблее народов Татарстана функционирует воскресная школа. Более 20 отделений разных языков ведут свою работу. А вот вы сейчас ощущаете заинтересованность родителей, детей и родных языков? Сейчас, да. Стало ли больше приходить в эти воскресные школы учеников? Даже русские приходят, и татары приходят, чтобы поучиться, посмотреть. Там уже не только язык, там и культура, и фольклор, и многое другое. Поэтому, да, с каждым годом именно отделение пополняется, воскресная школа расширяется. И туда приходят не только дети, туда приходят родители и бабушки. Чем можно объяснить этот интерес, который сейчас рождается у людей? В данный момент, как думаю я, человек приехал в город 20 лет назад. Он говорил, что я русский, не мордвины, не мориец. А сейчас, в прошедшее время, человек понял, что, наверное, это наша сила в чем? Наша сила в корнях, наша сила в нашем языке. И поэтому очень многие взрослые люди идут в такие воскресные школы, чтобы поучиться. Как же такая тенденция, когда мы все хотели стать европейцами и очень стремились к изучению английского языка. А сейчас не менее популярен, к примеру, китайский язык, поскольку они немножко устремились на восток. Это глобализация тоже, она дает и... И вот об этом, как и войти в глобальный мир, и в то же время не растерять то, что является твоими корнями. Сила должна быть в корнях, это прежде всего. И чтобы таких проблем не было, усилить цифровые площадки, онлайн-школы изучения родных языков. Кстати, есть такие школы сейчас? Открываются, да, 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 онлайн-школы, подготовки, начальные классы, средние классы. Еще раз говорю, что там возрастная категория очень разная. Ассамблея народов Татарстана, она что делает как раз к тому, чтобы заинтересовать как можно больше людей в своих национальных истоках? Первое. Это, значит, еще раз повторюсь, 39 объединения функционирует. Следующее. Дома дружбы открываются. В Казани есть еще 11 домов дружбы. По республике. Вот, например, я ни в одном доме дружбы не был, меня там никто не приглашал, и я даже не знаю, где они находятся, извините. Я еще раз говорю, зависит от человека рас. Заинтересованность должна быть. Что делают? Допустим, молодежная ассамблея, что делают? Ходят по институтам, университетам, дают информацию, что есть такая ассамблея, что есть такие отделения, китайский, турецкий, египетский, там еще такие объединения. Как раз к тому, что как раз не стоит ждать, ведь когда у меня появится заинтересованность, а прежде всего превентивно нужно заинтересовать человека. Да, 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 конечно. Поэтому работа ведется и в телевидении, и вот наш дом Татарстан, журнал очень интересный, где рассказывают о разных народах, где и история, люди, когда приехали когда-то давно в Татарстан. Ну, много можно что узнать. Поэтому информация идет. Я лично вас приглашаю в Дом дружбы посидеть, посмотреть. Спасибо большое, что я воспользуюсь вашим предложением. То есть вы хотите сказать, что если человек заинтересован в изучении родного языка, и у него не преподавали этот родной язык, к примеру, в школе, и его не научили родители, то он сейчас может обратиться к вам в Ассамблее народов Татарстан. Конечно. Вы порекомендуете ему занятия либо в воскресной школе, либо в какой-то из онлайн-площадок. Да, да, да. И что вы говорили про китайский? Китайский там тоже изучают. То есть и китайский можно изучать, а если китайцы, или это не обязательно? Вот, это по желанию каждого человека. Наталья Михайловна, ну и поскольку мы выходим в преддверии праздника, у вас есть прекрасная возможность поздравить всех наших зрителей с Днем Народного Единства. Всех сердечно поздравляю с наступающим праздником Днем Народного Единства. Сила в многообразии, в сплаве культур, традиций, прекрасных наших костюмов, песен, сказок. Всем желаю любить свой народ. Спасибо большое. Ну вот была такая знаменитая фраза «В чем сила, брат, да? В правде». А можно сказать еще и в межнациональном согласии. Действительно так. Еще раз, с наступающим праздником. Спасибо. Спасибо. Спасибо.